О том, что Автовазу удалось закончить 2022 год с небольшой прибылью в полтора с лишним миллиарда рублей, мы уже рассказывали. В нынешнем году прибыли, вероятно, не будет. Впереди сложный перезапуск производств и грядущее списание оснастки для выпуска автомобилей Рено и французского двигателя HR16. Идея делать Duster под маркой Lada окончательно похоронена, поскольку даже не попавшие под санкции компоненты, Автоваз вынужден буквально добывать. В октябре компания получила отказ в поставке сразу 350 импортных деталей для Ларгуса, и перезапуск его производства, запланированный было на зиму, пришлось перенести на осень. В частных разговорах с журналистами канала Автоплюс работники завода говорят, что даже этот срок – крайне амбициозная задача. Но официальный рестарт Ларгуса по-прежнему назначен на сентябрь. Жизненный цикл классической Нивы продлён до 2030 года. Машину ждёт серия модернизаций. А ещё Автоваз вернёт на конвейер пятидверную Ниву с индексом 2131, которую не выпускали с позапрошлого года, хотя и не убирали из прайс-листов. Из всего наследства Рено в гамме останется только заменитель Гранты – семейство B-класса под заводским кодом XJ0. Фактически это должен был быть упрощённый Рено Логан третьего поколения с ВАЗовским мотором. Но из-за санкций почти готовую машину пришлось серьёзно перепроектировать. Завод «Лада Ижевск» на какое-то время станет поставщиком комплектующих. «Не вешаем замок на этот завод. Мы планируем использовать это как наш актив. Резерв по мощности. И помимо планов по запуску Еларгуса, в любом случае у нас есть и планы по использованию этой площадки для наших проектов третьей и четвёртой очереди. Придёт время – мы их анонсируем». Большая стратегия Автоваза будет представлена Совету директоров в феврале. Хотя её контуры примерно ясны. Инвестиционная программа на 2023 год свёрстана на 40 млрд рублей. Их потратят на первоочередные задачи. На более широком горизонте до 2025 года спланированный переднеприводный кроссовер на существующей платформе Весты и упомянутый сменщик Гранты. Итого 60 млрд. В конце 2024 года Автоваз собирается приступить к разработке уже реальных новинок на другой, собственной платформе. Вот это и есть проекты третьей и четвёртой очереди, о которых говорил Максим Соколов. К слову, на разработку платформы с нуля в индустрии принято тратить от полумиллиарда долларов и выше. И способов срезать углы на этом пути у Автоваза не просматривается.